Татьяна Берестенёва никогда не думала, что станет матерью троих детей, да ещё в одночасье. Делиться сразу и не поняла, почему на очередном УЗИ вокруг неё начался вдруг ажиотаж. Когда она делала УЗИ, она сначала говорит «двойня», потом значит такая ещё дальше водит «тройня». Я вообще сначала думала, что она имеет в виду какой-то свой медицинский другой термин. Заподозрила неладное Татьяна только когда врач-узист стала названивать коллегам и просила их срочно прийти в кабинет. Я вообще сначала восприняла это как шутку. Но потом вот там столпилось несколько человек, все начали рассматривать, говорить «ой, какая прелесть». Когда мне повернули этот монитор, я прелести особо там не увидела, что там прелестного, не знаю. Татьяна признаётся, когда прошёл первый шок, поняла, что счастлива. Вот только боялась муж, восторгов не разделит. Оказалось напрасно. Чтобы прокормить внезапно разросшееся семейство, папа Лёша целыми днями работает, а вечерами помогает жене с дочками. Татьяна решила его поддержать. По образованию она педагог-вокалист, так что теперь даёт уроки вокала на дому. Девочки Валерия, Варвара и Полина, пока мама работает, развлекают себя сами. Татьяна говорит, будущую профессию дочки выберут себе сами, когда вырастут. Хотя признаётся, всё-таки хочется, чтобы хоть одна из них пошла по её пути и стала музыкантом. Я им включаю здесь музыку разную, мы разные инструменты с ними слушаем. Каждый день у них звучит разная музыка и в магнитофоне, то есть там и классика, и не классика, и детские песни. Я им включаю разные на разных языках, то есть чтобы дети развивались, чтобы они слышали, что это есть. В октябре девочкам исполнился год. Они уже проявляют свой характер. Солирует Лера, прирождённый лидер. Конфликты сестёр смягчает покладистая Полина, а Варюша тем временем строит глазки всем приходящим в гости и вовсю кокетничает. Впереди у девочек волнующее событие. Первая новогодняя ёлка. Юные модницы уже готовятся. Примеряют наряды, которые шила для них любимая бабушка Оля. Виктория Шарая, Константин Головин, События.